витаю друзья на канале капсула часу и сегодня нас такая расповедь как я обещал в прошлых выпусках более подробно остановиться на рассмотрении вот этого чертежа и так очень интересный чертежик на мой взгляд это мне попала в руки такая вот подшивочка кто-то аккуратненько нитками это все дело сшил это чертеж школ школы такие располагались в сельской местности каких-то селах причем документ пришел ко мне из херсонской области итак смотрим одноштатная школа интересно мне стало само название что такое одноштатная когда начинаешь рассматривать весь этот документ становится понятным что одноштатная скорее всего связано с тем сколько в ней было классных комнат здесь на чертеже мы видим что была одна классная комната коридор и часть здания была отведена под проживание учителя который видимо преподавал в этой же школе интересный момент что здесь же у учителя кроме комнат для проживания была расположена и кухня и вот здесь вход учителя был организован через коридор через специальную небольшую комнатку то есть не нужно было выходить из здания обходить вокруг заходите попадать в класс можно было пройти через небольшую комнату попасть в класс интересно что было расположено несколько печей для отопления кроме того что в самом жилом здании вот расположена печь для отопления в жилой части она давала тепло в одну во вторую комнату в кухню и частично наверно как-то отапливался коридор а вот в классной комнате была расположена большая печь и была расположена небольшая печь видимо грубой выходящая в класс которая отапливала коридор и вот эту небольшую комнатку на следующих чертежах мы видим что это небольшая комнатка превратилась уже в учительскую имеет подпись учительская здесь она скорее всего выполняла функции какой-то небольшой комнатки в котором хранился инвентарь для учеников для того чтобы показывать учебный инвентарь а здесь уже полноценная учительская комната это уже двухштатная школа здесь мы видим две классные комнаты коридор с отдельным входом и здесь уже часть в которой проживал учитель соединяется со школы через учительскую комнату интересно что здесь для учителя отведена отдельная большая квартира и подписана квартира для семейного учителя и вот небольшая одна комната это специальная комната для холостого учителя вот они проживали под одной крышей их помещение тоже отапливались вы видите печи имели выходы через учительскую комнату прямо в школу то есть не надо было ходить вокруг при этом для учеников был вот вход в школу с другой стороны было крыльцо для входа в жилой блок который расположен был рядом со школой тоже здесь находилась кухня тогда видимо был общий коридор для двух учителей и кухня листаем дальше этот документ и так дальше мы видим трехштатная школа меняется конечно же и фасад здесь уже расположено три классные комнаты и здесь двух сторон расположены уже блоки для проживания учителей в каждом блоке опять-таки часть для семейных и часть для холостого учителя вот небольшая комната здесь уже тоже есть дополнительный интересный элемент в планировке я бы сказал из блока семейного учителя есть дверь выход непосредственно в классную комнату из этого блока семейного учителя в эту классную комнату а вот учитель холостой имел выход через учительскую комнату в 1 2 или 3 класс то же самое в этом блоке сделан конечно же учитель мог выйти через жилую комнату холостого учителя но я думаю что все таки эти классы были закреплены как раз за вот этими учителями а холостые вели видимо вот в центральной части уроки и вот здесь еще интересный момент что в центральной части здесь уже здание полностью симметрично и вот в центральной части расположена какая-то ниша и место под установку скорее всего какого-то бюста напротив вот как раз окно для того чтобы здесь вот в коридоре уже можно было проводить какие-то занятия видимо но или не классные какие-то встречи и это использовалось там для линеек для проведения таких вот мероприятий как собственно говоря позже и в советские времена и вот мы приближаемся к четырех штатной школе вот здесь уже совсем другой фасад и здесь тоже разрез показан здесь за счет того что это четырех штатная школа уже отдельным чертежом еще прилагается сам план помещений так вот давайте посмотрим блоки вот жилые для учителей вынесены совсем вот боковые такие крылья здесь расположено четыре классные комнаты здесь уже центральный вход в школу центрального крыльца а во двор выходят вот уже два крылечка вот отдельные и здесь уже подписано класс на 50 человек классно 60 учеников на 60 учеников и на 50 учеников но тем не менее все равно в каждой части расположены учительские комнаты расположены печи отопления и вероятнее всего что учительские комнаты основное предназначение было скорее всего для хранения все-таки учебного инвентаря потому что и в этом крыле и в этом они имеются и это явно не комната для того чтобы собирались учителя как советские времена а скорее всего что они здесь действительно хранили учебный инвентарь и выходя на урок учитель проходил учительскую комнату брал что-то из инвентаря уже заходил в класс вот такая вот школа и здесь же еще интересный момент что все-таки вот находились отдельные крыльчки для входа в блоки учителей то есть дверей было очень много их никто не закрывал как советские времена всегда почему-то в советские времена парадные входы были закрыты и все ходили через черный ход во дворе как правило через 1 а здесь вот ну изначально все предназначалось для того чтобы свободно проходить как можно быстрее как можно удобнее и вот обратите внимание что здесь несмотря на то что крылечко расположена жилого блока рядом со входом в коридор тем не менее все равно имелся проход через учительскую комнату обязательно ну вот так и каждая классная комната имела одну или две печи отопления и то же самое было и в коридоре и в жилых блоках для учителей здесь же находились кухни ну очень интересное решение очень много чего интересного показывает про архитектуру тех времен вот такой у нас на сегодня небольшой рассказ но я еще сподобалось c видео с вас вода байка смена наступной видео до наступных встречи до наступных историй пока пока друзьи